В эфире обзор очередных матчей финалов Западной и Восточной конференций розыгрыша Кубка Стэнли Национальной Хоккейной Лиги. В субботу Питтсбург и Каролина проводили первый матч на домашней площадке Харикейнс. И надо сказать, что для Каролины этот матч получился очень и очень неудачным. 16-8 по броскам в первом периоде в пользу гостей, однако первыми отличились хоккеисты Каролины. Шайба на счету Мэтта Каллина. На секунду он получил свободу на пятачке и воспользовался своим шансом. Ничем своей команде помочь Марк Андре Флерий не мог. Но на седьмой минуте Евгений Малкин в большинстве распечатал ворота Кэма Уорда. В комбинации поучаствовали и Сидни Кросби и Сергей Гончар. Счет стал равным 1-1. А все самые интересные события, главным образом для пингвинов, развернулись в концовке периода. До этого был шанс еще у Евгения Малкина. Он же сам его себе и создал. А Сидни Кросби отличился за 43 секунды до окончания периода. Выдержал хорошую паузу Бил Гирин и отпасовал на Сидни Кросби, которому оставалось только не промахнуться по пустому углу. Ну а за 12 секунд до сирены Евгений Малкин и вовсе сделал счет 3-1. Вот такая вот неудачная 20-я минута для Каролины. Сергей Гончар поучаствовал и в третьей шайбе Питтсбурга. 3-1 после первого периода, во втором снова преимущество пингвинов. 15-8 по броскам, но зрители заброшенных шайб не увидели. Могли в гости и пропустить, но Флери действовал достаточно надежно. И еще не везло ураганам. Хотя возможности у них были. Вот на удивление, что меньше бросков в два раза по воротам соперника сделали хозяева. А все самые опасные моменты возникли как раз у ворот Марка Андреа Флери. Защита Питтсбурга, может быть, и позволяла соперникам достаточно вольготно себя чувствовать при первой волне атак. А вот стена добиваний уже не позволяла атаковать. И это, наверное, и стало залогом успеха команды. На второй минуте третьего периода Сергей Самсонов отличился. Это была пятая шайба для него в этом розыгрыше плей-офф. Точно так же, как и Мэтт Каллен, он удачно сыграл на пятачке. Счет сократился до минимума. Возникли надежды у хоккеистов Каролины. Однако на 12-й минуте почти все их развеял Руслан Федотенко. Они с Евгением Малкиным разыграли комбинацию, и Федотенко забросил уже свою шайбу, пятую, в этом розыгрыше плей-офф. Хороший выход из зоны, перехват на своей синей линии и кистевой бросок Федотенко по центру. Малкин оставил шайбу. Несмотря на то, что Кэмворд вроде бы момент броска видел, но среагировать не успел. Ну а вот так вот пятая шайба влетела в ворота Каролины. Довольно курьезный гол прямо с оббрасывания. Поменяли вратаря на пятого полевого игрока, поскольку был удален Джо Корва у Каролины. Но это успеха не принесло. Шайба записана на счет Крейга Адамса. Ну а подвел итог встречи Билл Герин с неудобной руки. Отличился он в большинстве. И 6-2. Крупная гостевая победа Питтсбурга. И счет в серии стал 3-0 в пользу пингвинов. Две передачи у Сергея Гончара. Главная звезда матча Евгений Малкин. Два гола и пас. У Сидни Кроссби 1 плюс 1. Две передачи у Криса Куница. Преимущество по броскам у Питтсбурга. По силовым приемам почти двоекратное на стороне Каролины. А вот по блокированным броскам как раз у гостей. И вот это кругольный камень выступления Питтсбурга в первом матче на льду Каролины Харрикейт. Смотрим мы за тем как действовал в матче Евгений Малкин. Он разыгрался к финалу конференции. В этом матче он отметился дублем. Ну а всего в трех встречах с Каролиной он забросил уже 6 шайб. Ну вот посмотрите как действовал Уэйн Грецкий в сезоне 92-93 годов. Плей-офф 16 баллов набрал. Имеется ввиду 6-матчевая результативная серия. Ну а вот средняя результативность великих Уэйна Грецкий и Марио Лемье в сравнении с Сидни Кроссби и Евгением Малкином. Уже опережают эти двое Марко Месье. Это статистика для игроков, которые сыграли в плей-офф более 40 матчей. Отмечаем один из самых красивых моментов этой встречи. Билл Гирин. Гроссмейстерская пауза и такой как бы вялый пас, но очень точный и ложится он на клюшку в Сидни Кроссби. А теперь лучшие моменты противостояния Ураганов и Питтсбург Пинкенс. Питтсбург Пинкенс. 즈грай-борд. СенсempEL. Крис-кросс Ла Роз. Спьерс и ско maken! Кэррри Орож. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ждать довольно долго И за 21 секунду до первого перерыва Отличился Йохан Франсен Для него эта шайба стала уже десятой в этом розыгрыше плей-офф Чикагцы действовали как всегда очень жестко Пытались на пятачке всеми допустимыми и иногда недопустимыми способами Справиться с нападающими гостей 14-9 по броскам в пользу Детройта И вот так вот хорошим кистевым броском в дальний угол над плечом Зачем-то севшего на колени Издобали Юэ Йохан Франсен поразил ворота 2-0 после 20 минут игры На второй минуте второго периода Валтери Филпула в большинстве Провел свою первую шайбу В этом розыгрыше плей-офф Хорошо сыграв на добивании У него было 12 результативных передач И вот теперь первая заброшенная шайба В этом матче, кстати говоря, он стал главной звездой На четвертой минуте Джонатан Тевс в большинстве Все-таки распечатал ворота Криса Озгуда Но проходит всего лишь 12 секунд И Мариан Госса оформляет дубль в этой встрече На этот раз с другого, с левого фланга Он накатил и поразил дальний угол Юэ был заменен на Крофорда Но на восьмой минуте в большинстве опять-таки Хенрик Зеттерберг наказал чикагцев за грубость В пятером против троих Детройтцы в этот момент играли И стало ясно, что скорее всего Не отыграться уже черным ястребом 5-1 после 40 минут игры И подвел итог встречи Кенрик Зеттерберг, оформивший дубль И снова в большинстве Юэ снова занял место в воротах Больше грубили хоккеисты Чикаго, нежели играли Отличились и Данкан Китт, и Игорь, и Бориш, и Баркер Все они пытались что-то доказать в силовой манере Ну а Детройт все, что хотел, сказал В чисто хоккейной игре Хотя у команды проблемы с составом Пропускали встречи травмированные Никлас Листрем и Павел Дацук Но тем не менее счет говорит сам за себя 6-1, три звезды матча Валтери Филпула Гол и две результативные передачи Марин Госса Дубль и одна передача И защитник Чикаго Кэм Баркер У Брайана Рафальски три результативных передачи партнера Значительно лучше красные крылья действовали в большинстве Три реализованных возможности из восьми Ну а вот этот момент мы признаем лучшим В этом матче Быстрая атака Детройта И хороший кистевый бросок Йохана Франсена Но теперь лучшие моменты противостояния уже Детройта и Чикаго ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...